Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для меня необычный день. Сегодня у меня прекрасная миссия. Я встречаюсь с Елизаветой Фёдоровной, мамой моих подписчиков, которые находятся далеко от Донецка, и у них нет возможности приехать и проведать свою маму. Выяснилось, что Елизавета Фёдоровна живёт недалеко от моей мамы, и я практически каждый день прохожу мимо её дома. Ребята попросили проведать маму, встретиться с ней, передать привет, ну и, конечно же, снять видео, которое они с нетерпением ждут. Сегодня эта встреча состоится. Как она пройдёт, я чуть попозже всё вам расскажу и покажу. А сейчас я пошла навстречу к Елизавете Фёдоровне. Мы встретимся, вернее. Не работает. Постучи мы. Елизавета Фёдоровна. Она не очень хорошо слышит, поэтому я буду говорить, наверное, погромче. Елизавета Фёдоровна. Идёт, моя хорошая. Это я, Лена. Вы Елизавета Фёдоровна? Да. А я, Лена, которую вы ждёте. Заходите. Спасибо. Заходите. Спасибо. Я, знаете, у меня телефоны... Я же плохо слышу, да? Ага. Сгорелы, нету телефона. Дима на улицу закрывается. Очень трудно. Ага. Хорошо. Елизавета Фёдоровна, это от моей мамы вам небольшой гостинчик. Ой. Тяжело. Давайте я сама, может, донесу. Спасибо. Да. Проходите туда в комнату. Можно, да? Спасибо. Ну, вот, ребята. Смотрите. Так живёт ваша мама. Спасибо. Вот. Сейчас мы с ней немножко поговорим. Ой, сколько у вас места-то много. Хорошо. Так. Всё, Коля просил вас сфотографировать, да? Да. Ну, хотели бы посмотреть на вас. Всё-таки соскучить. Они скучают, Елизавета Фёдоровна. Я ходила на низ. Я не хожу вообще. Ага. Я ходила на низ. Вот видите? Видите, какие чудеса происходят? Да. Да, стимул. Да, вот, ребята, смотрите на вашу маму. Улыбается. Сейчас она расскажет вам. Потом... Я холост не могу. Ничего, это всё... Наташа меня... По-домашнему. Оденься. Оденься. Я говорю, я умираю от жары. 31 дома. 36 на балконе. Я умираю. Скоро день рождения. 13. Вот и поздравляете. Я поздравляю заранее. Вообще-то не положено. Ну, а как у нас... Нет уж возможности. Да, да, да. И я связала Наде шарфу. Давайте я покажу. Давайте. С удовольствием. Давайте. Ой, я тихонечко... Пожалуйста, не торопитесь. Смотрите. Мама вам какой шарф. Обалденно красивый связала. Вот такой большой, длинный. Да, да. Вот она показывает. Вот. О, а сейчас Коле скажу, подозадал. Вот. Ах, Коле красавчик какой. Ой, муж с женой будут с одинаковым цветом. Молодец. Вот Елизавета Федоровна, вот бы умничка. Молодец. Долго вязали? А? Долго вязали? Две-три недели. О, ну нормально. Ничего так себе. Как обвяжутся, так тепло будет. О, молодец. Вот я показываю. Вот так. Молодцом. Умничка. Молодец. 84 года. А вот как им передать? Может, когда-то приедут? Ой, должны приехать. Ну что-то же должно измениться. Правда же? В России, они же приезжают в Ростов. В России даже в этом самом вокзале делают прививки приезжим. Да, да, да. Ну они-то далеко находятся. Так же красивые, правда? Молодец. Хорошо. Красивые. Молодцы. И цвет такой, главное дело, вот. Хороший цвет. Мне нравится. Цвет такой нехорошенький. Да, да, хорошенький цвет. Так же, вот это я им подарок кладу. Поздравляю Надю с этим самым. С днем рождения, да. Все у него будет хорошо. Я не знаю, как их уберечь от этого, от этих самых. Ну, Елизавета Федоровна, они у вас уже не маленькие, они уж сами как-то поберегутся, да? А вы-то как? Расскажите, как вы себя чувствуете? Да ничего, ну как я старая. Такая жара еще. Мне ж уже, я уже посчитала, 84, 4 месяца и 2 дня. Ой, молодец. Так, чтобы у вас хорошо было видно. Ну, хорошо вас видно, да. Ну, ничего, я еще, я еще племянницей связала. Получилось так, внучки в июне день рождения. Ага, да. Связала тоже. Молодец. А вот племянницей, вот было в июле, ей тоже связала. А Надя вот, ну я им в первую очередь связала. Вот видите, ребята, а вас вот беспокоится мама, да? Вот и я им связала. Так что я хорошо лето поработала. Молодец. А на улицу вы выходите погулять? Нет, я гава кружится. Ага, а кто вам приносит продукты, есть кому? У меня же две дочки. А, здесь еще две дочки. Ну, милая моя, так вы под присмотром. Тогда уже ребятам переживать не так уж за вас, конечно. Так что мне приносят, едут. Я тихонечко сама сварю. А, сами готовите. Да. Да вы вообще молодец вообще. Я сварю. А в выходной, когда они что-то готовят вкусненькое, мне приносят. Вам приносят. А так суп, кашу, картошку, макароны, кабачки, брат, нажает кабачками. Я вам тоже кабачки принесла. Да. Ну так что жарьте. Да, шутка, спасибо. Да. И помидорчики, огурчики тоже вот только сорвала их с кустика. Ребята, сейчас мы с Елизаветой Федоровной поговорим о своем, о девичьем. Вам об этом слушать не нужно. Сейчас к вам обратится ваша мама. Скажет тут немножко по хозяйственным делам. Говорите, Елизавета Федоровна. Ага. Ну, я нормальная у меня, конечно, все. Такой срочной работы нет. Да. Но вот когда начинаются сильные дожди, по трубе течет. По сливной трубе. Ага. Уже все внизу люди и наверху поменяли себе. Ага. Пока я тут лежала, как барыня, своими ногами. А у вас ножки болели, да? А не поменяли. А теперь я одна осталась, надо делать ремонт. Ничего страшного. Ну, это не очень дорого. Это не очень дорого, да? И я же получаю уже сейчас 7 тысяч. Это 100 долларов. Моя золотая. 7 тысяч рублей пенсия. Ребята, слышите? 7 тысяч. Это можно прожить на 7 тысяч? Ну, живем. Ну, живем. Ну, лекарства очень дорогие, надоедай. То я стараюсь как раз поменьше, немного, поменьше. Я вообще, я не могу, 7 тысяч. А ваша мама сколько получает? Моя? Ну, моя получает по 7 тысяч 900. Чуть-чуть побольше, на 2 тысячи. Она получает пенсию за папу. Папа был шахтером, и она, папа ушел, и она пенсию перевели ей. Потому что такие, как я, мало получаю. У меня 7 700. Ага, ну, почти больше. На тысячу она получает. Да, на тысячу, да, побольше. Ну, ты знаешь, вы знаете, как, Лена, и по нашему, по тому, как мы привыкли экономить. Чем более, мне не обуть, мне надо покупать. У меня все есть, одежда у меня, дай бог, есть. Да, чтобы посредина была. Так же? Ну, да, это понятно. Лекарства вот только. Так вот, что интересно, на лекарства-то сколько денег уходит? Конечно. Ну, я стараюсь как раз поменьше. Уже сейчас я меньше делаю, меньше все. Самое главное, здоровье. Здоровье, здоровье. Ну, девчонки, если приходят к вам, они же, наверное, каждый день к вам заходят, да? Девочки приходят. Ира сегодня пришла, потому что одна ходила в ЖИК, подняли же цены на... На воду, да, на все. Да, да, на жилье даже подняли. Вот на жилье цены подняли, на воду подняли с 1 августа, ребята, вообще. И вот Наташа ходила сверяться, одна дочка, она свободна, она пошла, просидела и другой дочке себе, и мне. И как раз будем нормально. Долгов нет у нас. Ну, вот, видите, долгов нет. Мама сказала, долгов нет. Долгов нет. В общем, так. Надежда Николаев, Елизавета Федоровна, ваша мама, вот она перед вами. Любуйтесь ей, все хорошо у нее. Ну, вот, встретились мы наконец-то. Я думаю, что вы довольны остались, и я довольна, и Елизавета Федоровна больше всех довольна. Ребята, вот так, что по возможности приезжайте. Ну, Елизавета Федоровна, помашите им ручкой. Вот так, пока-пока, золотые. Чтобы они были здоровы, самое главное. Самое главное. Они тоже работают, чтобы здоровы. Самое главное, чтобы было здоровы. Как умереть от этой заразы, я не знаю. Ну, ничего. Так, что шарф она уже видела. Да, шарфики вас ждут. Вот сейчас я вам покажу даже. Вот они лежат вот здесь на кроватке. Вот, видите, шарфики. Будут ждать вас. Один для Коли, другой для Надежды, да? Угу. Вот они, шарфики. Ну, все, ребятки. Пока-пока, берегите тоже себя. Ну, вот, пройду я возле дома, где живет ваша мама. Вот так пришла наша встреча. Конечно, мама очень волновалась. Но она выглядит бодрячком. Молодец, очень держится. Умничка. Ждите видео. Все, всем пока. Кто смотрел это видео вместе с нами, большое спасибо. Берегите своих родителей. Они у нас одни. С вами была Елена.